МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он накинулся на меня и на мою машину, всячески кричал, ругался. Мир должен знать героев. В Барнауле будет создан международный пресс-центр акции «Бессмертный полк». В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Уровень воды в реках остается прежним. На обеищу даже лежит лед. Но состав воды уже изменился. Она помутнела. Водоканал готовится к паводку. Из-за этого из кранов в барнаульских квартирах может течь желтая вода. Можно ли ее пить, выясняла наша съемочная группа. Большинство барнаульцев пьют воду из обеи. Да, именно эта вода течет в кранах наших квартирах. Правда, предварительно она проходит несколько степеней очистки. Вот здесь вода отстаивается перед тем, как попасть в водопроводные трубы. За ней следят на каждом этапе очистки. Особенно внимательно к процессу относятся во время паводка. Периодичность промывки увеличивается. Добавляется количество реагента, необходимого для осаждения этого количества взвеси. Для примера, если в зимний период у нас в реке порядка 2-3-5 миллиграмм взвеси на литр, то в паводок до 200. Представьте, какая разница в объемах. Сейчас показатель мутности воды 50 миллиграммов на литр. Водоканал с сегодняшнего дня поменял режим работы. Для них уже начался паводок. Здесь ежедневно проверяют более тысячи образцов воды. Заборы делают и в процессе очистки, и после. Специалисты выезжают в город и набирают воду на контрольных точках. Также собирают образцы до очистки для сравнения. Когда поднимается уровень речной воды, в реку попадает глина. А глина обладает такой особенностью, как способность подкрашивать воду. И проходя процедуру очистки, исходная вода, конечно же, от цветности избавляется, но не полностью. На этих кадрах видно, какого цвета может быть уже очищенная вода. Роспотребнадзор во время паводка позволяет пускать в краны жидкость с нормативом по цветности 20 градусов. Но даже в чистой с виду речной воде могут жить инфекции. Вот видите, самый темный фильтр? Он зарос полностью колониями микроорганизмов. Вот это исходная вода. Вот в этой чашке та же вода, но питьевая после хлорирования. По словам сотрудников Барнаульского водоканала, паводок уже начался. Вода мутная. Поэтому из кранов барнаульцев в ближайший месяц будет течь вода, которая пахнет хлоркой, чуть больше, чем обычно. Имеет желтоватый цвет. Но ее все еще можно пить. Дарья Дмитриевна, Николай Шелко. Наши новости. Возможно, в будущем депутатов не будут лишать полномочий за ошибок в декларациях о доходах. В Госдуму внесли законопроект о послаблениях для муниципальных народных избранников. Сельским депутатам, работающим на непостоянной основе, то есть учителям, врачам, сельхозпроизводителям, которые вдобавок выполняют функции депутата, предлагают упростить порядок подачи деклараций. Делается это для того, чтобы людям не приходилось отпрашиваться с работы, ехать в райцентр и стоять в очередях за справками. В обязательный отчет предлагается включать только крупные покупки. За неправильное заполнение будет предусмотрено альтернативное наказание. Человека предупреждают, причем это предупреждение, оно будет выноситься и размещаться на сайте представительного органа, то есть средства массовой информации будут видеть. То есть это тоже форма такая вот порицания, предупреждения будет, наказание депутата, можно сказать. И вторая форма ответственности, соответственно, его могут лишить должности внутри представительного органа. То есть он занимал какую-то должность в представительном органе. И лишь на третий раз депутата снимут полномочия, а по оценке алтайских парламентариев эти инициативы могли бы существенно облегчить работу законотворцев, особенно в селах. Здесь, подчеркнул Мордовин, многие не идут в представительный орган из-за бумажных волокит и рисков. Угрозы, маты, кулаки. Барнаульские водители сражаются с инвалидами за парковочные места. Сотрудники ГИБДД сегодня провели рейд по парковкам для людей с ограниченными возможностями и проверили, как автомобилисты соблюдают правила. Проинспектировала стоянки города и наша съемочная группа. Не этот значок. Вот этот позволяет парковать авто на местах для инвалидов. Хотя Ирине сегодня он не помог. На единственном специализированном месте около ЦУМа стояла машина, на которой необходимого знака нет. Вот сейчас у вас не получилось припарковаться, правильно? Ну да, к сожалению, все занято. Часто так получается? Всегда. Всегда так? Ну да, за очень редким исключением. Вот очень-очень редким. Ирина вынуждена искать другое место. Ведь здесь машину оставил автолюбитель с неограниченными возможностями. Рейд сотрудников ГИБДД явление нередкое, но, видимо, пока мало кого учит. Закрепят знания штраф и эвакуатор. Сегодня я даже понятым стал. Сейчас только что давал свои данные сотрудникам ГИБДД. Водитель увидел камеру, испугался, убежал. Ну вот сейчас вроде он вернулся, мы видим. Эвакуатор теперь не нужен, он вроде бы перепаркуется. Владелец красного авто просил не снимать лицо и пытался даже угрожать журналистам. Ирина говорит, что такие случаи бывают и у нее. Я сказала однажды мужчине, что я сфотографировала ваши автомобили и отправила в ГИБДД, ждите штраф. На что, в общем-то, он накинулся на меня и на мою машину, там всячески кричал, ругался, обзывался. Ирина уверяет, поставить машину может где угодно. Но иногда специализированная парковка необходима. Чтобы пересесть в кресло, которое для нее часто достает случайный прохожий, требуется полностью распахнуть дверь. Для этого места инвалидов и делают шире обычных. Есть какая-то статистика, как часто именно с этим нарушением люди попадаются? Да ежедневно. В нам дежурную часть постоянно поступают звонки от инвалидов, а также обычных граждан, которые мимо не проходят нарушений. Штраф за парковку на месте для инвалидов 5000 рублей. Инспекторы на рейдах проводят беседу с автолюбителями, а активисты обращают внимание. Если водители не думают о людях с ограниченными возможностями, то пусть подумают хотя бы о кошельке. Андрей Дриер, Александр Антропов. Наши новости. Конфликт в бийском общественном транспорте может закончиться уголовным наказанием. Полиция задержала двух мужчин, которые устроили дебош в бийском автобусе и жестоко избили кондуктора и пассажирку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скандальное видео автобусного конфликта попало в сеть и вызвало волну негодования. На нем двое нетрезвых бийчан щелкают семечки в салоне автобуса. На замечание кондуктора реагируют силой, ударяя женщину по лицу. За девушку вступилась пассажирка, но ей досталось еще сильнее. На кадрах видно, что один из мужчин пытается силой выкинуть ее из движущегося автобуса. Пострадавшая сняла побои и написала заявление в полицию. Здесь рассказали, что вопрос о возбуждении уголовного дела решается. На молодых людей были составлены ориентировки. В настоящее время их личности установлены. Они задержаны сотрудниками полиции и дают признательные показания. Редкую и сложную операцию провели алтайские хирурги Краевого центра охраны материнства и детства. У новорожденного отсутствовал анальный проход. Без срочного хирургического вмешательства ребенок умер бы через несколько дней. Малышу всего неделя. Его прооперировали на вторые сутки после рождения. Такая патология встречается один раз на 3-5 тысяч новорожденных. Хирург Юрий Тен рассказал, что в таких случаях применяется эффективный метод, когда оперативно выводится прямая кишка, причем не остается даже шрамом. За 8 лет в Крае проведено всего 4 подобные операции. А почему только 4 за 8 лет? Ну, потому что или больные поздно поступали в крайне тяжелом состоянии, или была высота отрезей другая, ну, плюс боязнь, психологическая боязнь и сердце. И поэтому вот большинство хирургов эту операцию как-то не принимает. За Уралом только два города, где проводят такие операции. Это Барнаул и Иркутск, причем на Алтае лишь один специалист Юрий Тен. Инвалидом этот ребенок теперь не будет. А вот в Рубцовске матери-одиночке ее сыну-инвалиду пообещали жилье только после того, как в ситуацию вмешались СМИ. До этого местная администрация просто не выходила на контакт. Наша героиня Екатерина Останина одна воспитывает ребенка больного ДЦП. По решению суда они имеют право на жилье по социальному найму. Только сын Екатерины скоро станет совершеннолетним, а квартиры все нет. Подробнее Ирина Корчагина. Екатерина Останина одна воспитывает сына-инвалида. Максиму 16 лет. У него детский церебральный паралич. Всю жизнь семья вынуждена скитаться по съемным квартирам. Хотя закон гарантирует им жилье по социальному найму не менее 42 квадратных метров. О своих правах Екатерина знает. Далекие 9 лет назад они встали в очередь на квартиру. В 2018 году по решению суда нашего города Рубцовска суд признал администрацию, чтобы нам выдала с детем двухкомнатную квартиру. Решение вступило в силу. Но на протяжении года женщину игнорируют в Рубцовской администрации. Квартиру она по-прежнему снимает. В месяц за аренду жилья уходит 9 тысяч рублей. Получаю по уходу. Там получается 6 с копейками пенсия. Ну и алименты там копеечные. Все. Вот на вот этом мы живем. Екатерина обращалась к уполномоченным по правам ребенка. Вышла на главного судебного пристава Алтайского края. Связаться с Рубцовской администрацией удалось только после того, как о проблеме узнали в СМИ. В мэрии нам сообщили, что во всем Рубцовске нет жилья, которое бы по требованию суда подходило семье. Но по мнению чиновников они предлагали Екатерине неплохой вариант. Мы ей в свое время предлагали рассмотреть возможность поселиться в специализированном жилищном фонде. Это вот у нас дом для людей с ограниченными возможностями есть. Но она отказалась. В администрации заверили. Екатерина Астанина и еще одна семья с ребенком-инвалидом получат жилье в конце этого месяца. Мать-одиночка боится, что это лишь очередные обещания. Ведь у нее есть основания не доверясь властям. Ирина Корчагина, Геннадий Лобзин. Наши новости. В Барнауле организуют международный пресс-центр акции «Бессмертный полк». Работать он будет только 9 мая, но больше суток. С учетом разницы во времени на Алтае будут приходить сообщения о пути полка от Нью-Йорка до Владивостока. Какое объявление организаторы «Бессмертного полка» сделали сегодня на первом собрании. Кроме того, они презентовали главную новинку акции этого года. Традиционная уже «Стена Победы» в Барнауле получит новый облик. Она будет состоять из натянутых красных нитей, на которые горожане смогут повесить специальные флажки с надписью. Текст каждый желающий придумывает сам. Это может быть и благодарность советским воинам, и название города, где воевал родственник барнаульца. «Для меня лично этот город будет понятен. Мой дед воевал под Москвой, имеет награду за Москву и за Ленинград. Я написал бы здесь «Некрасов Петр Дмитриевич, город Москва». Красные нити с флажками будут колыхаться от ветра, и все вместе по задумке авторов станут символом хрупкости жизни с одной стороны, а с другой – связи поколений. Организаторы напоминают, уже сейчас можно обращаться за созданием транспарантов по указанным адресам. Также жителям края предлагают внести информацию о своих воевавших родственниках на сайт бессмертного полка мойполк.ру. Сегодня в Барнауле открылась самая крупная выставка деликатесов Севера и Камчатки. На ней представлено большое количество редких сортов рыбы, не только невероятно вкусных, но и очень полезных. Консервированная соленая и копченая рыбка порадуют любого гурмана. Натуральное копчение, никаких искусственных добавок и только отборное сырье. Рыбу таких наименований не встретить даже в самых крупных магазинах нашего города. Дамам, следящим за фигурой, особое внимание стоит уделить рыбе марлин. Она считается одной из самых дорогих в мире. Мясо не очень жирное, красноватого цвета, имеет нежный и сочный вкус. Его можно давать даже маленьким детям, поскольку в нем нет мелких костей. Кроме того, на выставке вы можете приобрести зубатку, кальмары, мясо трубача, крабы и различные виды икры. Многие горожане оценили и новый ассортимент мороженой рыбы. Лосось, дорадол, густина, тихоокеанская селедка. Приобрести ценные деликатесы Севера и Камчатки к своему столу вы можете еще до 7 апреля. Терцепионер, третий этаж. В завершении выпуска погоди спонсор прогноза – компания «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крайпеременная облачность. В отдельных районах возможен дождь, мокрый снег. Прохладнее всего ожидается в Камнинабе около 2 градусов выше 0. В Бийске и Славгороде 5 тепла до 13. В Зиминогорске и Рубцовске в Барнауле без осадков. Ночью минус 2, днем 3 градуса тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.